И помилуй нас, Господи, помилуй нас, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй благодатью Твою, жертвую Сына Твоего, Иисуса Христа, умершего за грехи наши. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Аллилуйя, будь милостив нам, Господи, спаси нас и сохрани, и защити благодатью Твоею. Аллилуйя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Царь небесный утешитель, Дух истины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в нас, и очисти нас от всяких скверных. И спаси, блажь и души наши. Аллилуйя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и ссыли немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, если на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона, более всех селений Якова. Славный возвещается тебе град Божий. Упомяну, знающий меня о Равио Вилоне. Вот филистимляне и Тирси, и Фиопию скажут, такой-то родился там. А Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем. И сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там. И поющие, играющие, все источники мои в Тебе. Это сказано о Тебе, Христе Божий наш. От Твоего рождения пошла новая эра. Хвала Тебе, наш Иисус Христос, великий и дивный Создатель. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ибо Сын Божий Иисус Христос, родившийся от Девы Марии, зачатая Духа Святого, взял грехи мира на себя и понес их, и изъязлен был пащи лика человеческого. И ранами Его мы исцелились. Наказание мирного нашего легло на Него. Хвала Тебе, наш Господь! Ты сказал, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Он, как враг, будет брошен в озеро Огненное, кипящее огнем и серое вместе с Сатаной. Помилуй нас, Господи! Ты им возвестил эту истину из Святого Евангелия. Хвала Тебе! Милость Твоя велика до небес, долготерпение Твое, Господи, на этой земле. Не вечный Духу моему быть пренебрегаемым, сказал Ты, Господи. И первый мир был потоплен водою. Ты позволил нам, Господи, спуститься в эти глубины ада. Сколько здесь зла, где мы находимся сейчас. Это Содом и Гаморра, которые испепелены Богом в огне. Здесь прелюбодеяние, блуд, зависть, сквернословие, насмешки. Все, что противно здравому смыслу. Ты благослови нас, Господи, падшему эту миру возвестить о любви Твоей. Пошли делать их Твоих христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, их буддистам. Потому что Ты умер, Господи, за весь род человеческий. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Слава! У Вас какие-то вопросы есть? Нет, мне так интересно стало. Мне кажется, Вы очень интересный человек. Как Вас зовут? А вот считайте внизу. А это наш Ютуб большой. Ютуб. 14100 роликов. Ух ты! А если Вы добавите во Свете Библии сайт, зайдете на сайт. Там мои книги. 43 тома. Ух ты! Там фильмы сняты, она занявшая первое место на международном киноконкурсе. Мы строим с нуля деревню. Вот это на сих форум, значит там 1600 тем. А в мой мир зайдете, там 22 тысячи фотографий наших. Это богатейшие-богатейшие и сайты, и форум. А это во Свете Библии для Ютуба. А это для Скайпа внизу. Вот так. Вы где живете? Барнаул, Алтайский край. А ты южнее Новосибирска? Как интересно, а сколько Вам лет? А как Вы думаете? Не знаю. Ну как? Вы же людей встречали разного возраста. Так думаете? 78. Почти что. Осталось без трех месяцев 80. Так и учитывая, что я в жизни прошел за Христа, сколько тюрем, сколько страданий, пыток. Я живой остался. У меня три голубятни. Я сейчас и как с голубятни слез. Вы как старовер или... Вы православный. Мы семейство староверов, но признаем эту официальную церковь Московского Патриархата. На праздник у нас, вот тут есть ролик, приехал митрополит, служил алтайский. Брат у меня священник Протеерей. А родители наши были, они староверы, без священства, назывались Кержаки. Это на реке Керженис они от Никона убегали, там на притоке Волги. А потом расстрелились дальше. Как интересно. Ну я, я, мне еще дедушка рассказывал про староверов, как тяжело им было. И как там в Бразилию отправляли их, что-то ссылали. Да, действительно так. Так и было. Ну если вы, конечно, не против. Они там есть, сейчас. Если у вас есть духовные вопросы, вы можете задать. А потом я вам задам несколько вопросов. Давайте вы мне... Так, у вас в доме Библия есть? Нет. А Евангелие хотя бы? Нет. Тоже нет. А в вашем городе церковь православная есть? Да. Вы там никогда не бывали? Бывал, когда друг умер. Так, а живете-то с родителями? Да. Ну они бы могли вам помочь купить. Это не так и дорого. Вся Библия самая главная книга в мире. Не просто где-то, а за всю мировую историю. Более важной книги не было. Вот смотрите. Это Святая Библия. Из Ветхого Нового Завета состоит. Слово Библия греческое. Вот мы видим Библиотека. Это книга-хранилище. Библиоз – это книги. 77 книг заложено в Библии. Они там несколько страниц, а другие вот я сейчас читал. Псалтырь. Самая большая книга. Дело в том, у меня семья атеистическая. У меня отец неверующий, мать неверующая и я неверующий. А неверующий во что? Он все равно верующий. Он верит, только в то, ничего нету. Да? Да. Верит, как Достоевский говорит. Русский человек не просто верит, как атеист, а верит в нуль. Со всей самоотдачей. И это ничего не дает. Бессмысленная жизнь. Никому ты не нужен. Если тебе трудно, тебе некому сказать слово. Вера в человека животворяет. Она дает смысл ему. Глубокий, глубокий. Я вот 23 года пришел по Евангелию. С детства знал, что Бог есть. Ну, я знал. И это уже, как мама научила, удержало меня. Я ни одно еще слово матерное не сказал за всю жизнь. Надо учитывать. Отец учил, нельзя воровать. Ну, и все такое мы знали. И от женщин, что нельзя там, пока ты не женишься с ними быть. И Бог спас меня. А блуд – это самая главная беда, которая мозги съедает у человека. А мне 80 лет, я вот в пяти университетах вел занятия, три радиопрограммы, одна онлайн-часовая, телевидение, все воинские части, милиция. Все охватывалось. Я проповедовал. За мной заезжают. 3700 преступников в тюрьме вел занятия. 45 лет начальник детского лагеря. Сам основал лагеря. Я говорю, это Бог сделал. Это невозможно. Тысячи детей подняли, и государство ни рубля нигде не дали. Я все делал бесплатно. Для Бога. А наша жизнь наполнена, чем у меня друзей, миллионы. И врагов, наверное, наполовину-то меньше. А если нас никто никак не касается, мы никому не нужны, как сквозняк пролетел, и все. А так есть что вспомнить. Вот о моей жизни снятый государственный фильм. Называется «Златоуст из Потеряевки». Златоуст – это главный учитель христиан был. Потеряевка – это село, которое мы восстанавливаем. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Тогда мы разговариваем первый раз с человеком. Таких сел нету больше. Это единственное наше село в России. Вы если на наш зайдете в YouTube, вы посмотрите, как у нас женщина, дети, какие дети, какие идут занятия. Вот если бы это было в скайпе зашли, но сегодня у меня скайп закрытый, там по небольшой причине. А вы же через день зайдете, я в скайпе могу скинуть вам, что у нас идут занятия по скайпу. Чат свой образован. И там вопросы можно задавать. Мы проходим, как беседовать с разными людьми, как понимать Библию. Вопросы очень интересные, глубокие такие. Но они ведут, а я просто отвечаю на вопросы. Известно. А неверующий, в чем он живет-то? Ничего, лопух на могиле. Если Бога нет, как Достоевский пишет, там, Иван Карамазов, все позволено. Все. И бить, и блудить, и воровать, все позволено. Лишь бы только не попался. Совести-то нету. А у верующего на первом месте совесть, которая смиряется со священным писанием, и совесть так настраивается. Нельзя. А почему же у неверующего человека нет совести? Ну, а совесть-то какая? Сожженная. Пепел один. Вы возьмите, вот, допустим, я как-то беседовал, у нас священник называется, а у мусульман там мула, имам. Среди них был, беседовал. Я говорю, а какой процент девственности сохраняется у ваших до брачной ночи? Они меня не поняли. Как, сколько? Сколько невест, столько и девственности. А у нас-то сейчас в седьмом классе, говорит, на вторую букву алфавита называть уже можно. И вот здесь вот они в этот чат пришли рулетку. А розетые, органы показывают разные. Тут блуд прямо здесь творят. Здесь ни одной мусульманки нету. Мусульман полно, а мусульманки ни одной. Они их хранят. У них хиджаб. Ну, вы понимаете, что как развитие индустриального общества, оно интегрирует в нашу жизнь различные вероисповедания? Вы как к ним относитесь? А мы не вероисповедание исповедуем, а Христа распятого, который умер за нас. Мне к ним никак не надо относиться. Зачем? Но я пришел опытным путем. 23 года. Я занялся полностью, изучил ислам. У меня книга отдельно издана по сурам, а я там разбираю весь в сравнении с Библией. Я хотел узнать, что такое буддизм. Я увидел, что человеческое учение хорошее, дает спокойную жизнь, но дальше не идет. Человек остается в грехах. У нас Христос. Не вероисповедание, а Христос. Он умер за нас. Вот это где вы видите крест распростертый, а то он на кресте Христос умер. И обнимает всех, зовет. И как же вы относитесь к людям неверующим? Ну, какие, допустим, кто? Мусульмане. У нас хорошее отношение, беседуем. Мы им говорим о Боге. Они принимают, принимают христианство. Есть такие семьи. С евреями беседуют. У меня в доме обратился еврей. Он теперь священник. Принял православие. Выше до этого нет ничего. Церковь православная, святая, непорочная. А если кто-то грешит, где-то там, сребролюбец, он уже вне церкви. Бог дал нам святую веру русским людям православную. А так это подглядывать друг за другом. Зачем? Да, встречаются нам люди разных вероисповеданий. Мы беседуем. Говорим, что их вера, она им ничего не даст. Когда умрут. А у нас ангел дается, сопровождает. Сорок дней после смерти. А потом будет страшный суд. Вот Лермонтов писал на смерть поэта Пушкина. Есть божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья. Он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Наперед никто не знает. И когда мысли еще не рожденные, и мысли, и дела ничего не делал, он уже знает наперед. Что вот мы с вами сегодня встретимся, так будем беседовать. У Бога это известно было миллион лет назад уже. Мы для этого, может, и жили, чтобы с вами встретиться. Чтобы я вам рассказал о Христе. Вот этот день для вас знаменательный. В этот день вы можете обратиться, поверить во Христа, взять Евангелие. И жить для Бога. Прийти в православную церковь. А можете сказать, у меня отец, мать, атеист, и мне не надо. На суде Божьем уже не сможешь сказать, что ты ничего не слышал о Христе. Слышал. Именно сегодня, 22 февраля 2019 года. Наша задача не убедить, а засвидетельствовать, сказать. А у тебя выбор. Как говорят английский язык, знаете? Make your choice. Вы сделай свой выбор. Ну и все. Вот выбор один. Избирай Христа. И ничего кроме Христа, как Тургенев пишет. Как Достоевский говорит. Я ничего привлекательнее, симпатичнее Христа не знаю. Если бы кто-то казался, что Христос и истина несовместимая, я бы лучше предпочел остаться со Христом, нежели с истиной. Вот ведь как. Так интересно. У нас просто абсолютно различные взгляды на жизнь. И как-то... Ну, я не могу представить себе жизнь после смерти. Я не могу представить прочие вещи. Для меня почему-то... Как с детства я там учился физике. Для меня, допустим, математика, алгебра-логики представлялась как различные логические высказывания, которые имеют характеристику ноль или один, правда или истина, которые любую аксиому даже изначально нужно было доказать, любую теорему нужно доказать. А вот почему-то доказательства существования жизни после смерти приличного я не видел. Да очень просто. Я понимаю, что у нас просто абсолютно разные базы знаний, и поэтому нам тяжело будет на чем-то пройти. Вот, заметьте, христиан 2 миллиарда с лишним на земле. 2 миллиарда, не миллиона. Мусульман 2 миллиарда. Буддистов, атеистов-то, которые Бога-то не верят, там уже 10% есть или нет, даже нету. А падает преступление, 90% с лишним на них. Почему? Бога нет, узда сброшена. Почему Надежда Константиновна Крупская, жена Ульянова, говорила, религия теряя узда для масс, узда. А если без узды конь, он куда тебя попрет? Этим народом управлять надо неплохо, и правителям это хорошо. Я прораб, я работаю, воровства никакого нету, план переуполняется, качество на высокой планке, ко мне уважение. И ничего не воруется. Краску красили, когда меня судили, инженер с нашей работы, как свидетель был, как я там на работе себя вял, он говорит, они у нас ремонтировали базу, и краски всегда уходило раза в два меньше, краски. Почему? Мы никуда, мы точно по норме, красим, отсадки отдаем. И у нас никак по-другому нельзя. Вот я приезжаю домой, у меня племянник дома, ну ему лет пять. Ну а жена и говорит, Рома, ездили мы тут за сто километров своим, а у них такие целлодные солдатики на лошадях, игрушки вот такие вот. И он, и никто пока не видел, он их себе в карман приватизировал и приехал сюда с ними. А мы живем на железной дороге. Ну я узнал, так или не так-то его. Он встал, я приехал поздновато, да, взял. И как мы будем спать здесь? Ворованное принадлежит уже не тебе. Там люди потеряли, лошадей ищут. А через дорогу у нас царай, а выходить зима, снег. Я говорю, давайте поднимайтесь, пойдем туда через дорогу и лошадей этих выведем туда. Там пусть ночуют, чтобы не с нами. Иначе Бог будет сегодня истреблять воров и нас зацепит попутно. Ребенок там все слышит. Утром, когда встали, мы опять рассуждаем. Я ему говорю, как теперь дело-то поправить? Ну что он пятилетний скажет-то? Ну я ему говорю, вернуть-то надо и назад-то? Ну конечно. Но они же потеряли. Поэтому надо что-то купить, хорошие подарки там им, шоколаду отвезти попутно. И к этим лошадкам в магазине пойти и купить еще больше, даже более красивых. Мы и стратимся, дадим деньги. Но к нам будет отношение уже другое. Ну жена с работы, не знаю, просилась или так, и поехали они. И все так и сделали. И дети выросли, не воры, не один. А неверующий, он что будет делать-то? Тут своробал, да и... Лишь бы не у меня своробали. Вот тут Жданов говорил о пьяницах, какая беда. У них, говорят, тут в Новосибирске, это Жданов Владимир Георгиевич. Он там президент по алкогольным этим, борьбе с алкоголем. И вот, говорит, отец там пьяница, ну трезвый пошел. Сынок, ты пойдешь за картошкой в погреб? А погреб там где-то далеко у них. Пойду. На ребенку-то там, ну может быть лет 9 было, 10. Он пошел. Ну картошку набирай, ты сынок, слазь туда в ямку-то, в погреб-то. А я приму у тебя, помаленьку подавай-то. Он пошел собирать. Ну пока набирает, он, знаешь, сынок, я, говорит, тут пока ты набираешь, а я сейчас бегаю и быстро приду. Пошел к соседу, а сосед недалеко живет. А тот, о, Петрович пришел, садись. Вот они выпили, то другое, и он забыл. А на улице 43 градуса мороза. И он это вспомнил только дома, когда пришел пьяный. И уже тогда вспомнил, уже часов 6-7 прошло-то. Он как схватился туда бежать-то, ну что, прибежал, дверь открыл, а ребенок уже замерзший лежит, мертвый. Если бы в погребе закрылся. И отец не выдержал, а тут же повесился сразу. Вот неверующий. А у верующего, я думаю, быть не может. Во-первых, мы не пьем. Не пьем. У нас этого вообще нет. Я вот алкоголя, грамма мы не берем нигде. Свадьба, мы не пьем. А в другое время даже не нуждаем. Сейчас пост приближается, мяса не едим. Я вот мясо лет 50 с лишним не ем. Мне нужды нет никакой даже. Я для Бога это делаю. А неверующий – это беда. Страшная, постоянная беда. Это даже в этой жизни, мы как-то ехали дорогу один. А я атеист, я говорю, а я верующий. Я говорю, и вам охота узнать, кто лучше выбрал участь? А когда? Сейчас докажем, вы сами согласитесь. Давайте так. Вы будете пять минут правы, а потом я буду пять минут согласен. Я говорю, ну давайте меня, говорите про меня. Ну что ты веришь, когда Бога нет? Я молчу. Он у меня за пять минут все вылепил. Да ты дурак. Силы куда тратишь? Молодой, да ты бы еще отучился, государству пользу принес. Все. Теперь я говорю, я делаю разбор. В ваших глазах я дурак, а я для себя не дурак. Мне Бог дал огромные знания. Несколько университетов за плечами, если взять по объему. Смотри, у тебя дома бывают там скандалы? Ну а как не бывают? Жена у тебя послушная? Да нет, конечно. А у меня послушная. Так, ты куришь? Куришь, а я не курю. Что лучше, курить или не курить? Ну он, мужик-то, не хочет, но ему все говорят, ну не курить, конечно, 12 лет жизни табак отнимают. Пьешь, пьешь, я в рот не беру. На работе, там, когда не бываешь, там тебя высчитывают с себя, ну да, а я всегда на работе вовремя, у меня самый высокий процент работы, 280-300 процентов. А я за троих один работаю. То есть у меня деньги хорошие, я печник, прораба мне не дают, работать. Ну и что? Вот пять минут, вы атеист. Вы показали, какой вы... Ну вы того не достигнете, я с Богом достигну. У меня, во-первых, доверие везде, где бы я ни был. А вам доверия нету, вы украдете. Он согласился. Я говорю, теперь давайте соглашайтесь вы. Я с вами согласился. Пять минут. Бог есть, а вы не верите. Библия говорит, ты сказал, безумец в сердце своем, нет Бога. Есть Бог, есть. За гробом другая жизнь начинается, вечно. Вот вы говорите, ничего нет. Я согласился, закопали. Но у меня друзей сколько, родня верующая. Мы все дружные, везде ездим, отдыхаем, по всему Советскому Союзу. Я в мостопоезде работаю, бесплатный билет. У тебя ничего нету, кроме сегодня выпить, до завтра выпить. Согласился. А вот теперь ты... Бог есть, а ты не веришь. Бог есть, и будет страшный суд, а ты не веришь. И ты в огонь будешь брошен сатаною, а ты не веришь. А это дело не поправят. Не веришь, не веришь, а будет суд Божий. Вот и все, ты проиграл уже. Только здесь пока говорим. Здесь. Ну и все, мужик голову опустил. У меня с тещей непорядок. Убить готов ее. Она дочь свою поддерживает. Она вредная такая. Я разведусь. Я говорю, у нас нет. Теща у меня, это мама. Я маму ее зову. Понимаешь, даже так, путем добавки слова, что может быть, а я-то знаю, не может быть. У нас живая связь с Богом. Я молюсь, вот я молюсь, и Бог отвечает мне. А как он отвечает? Ты со мной рядом-то не находишься? Меня следователи допрашивают. Я по санкции московского КГБ иду. Следователь делается верующим. Он меня не то что не бьет, он уже передо мной. Я старше его делаюсь. Он ни одного лишнего слова не напишет. Он крещение принял. Начальник тюрьмы, полковник, умер по-христиански. Следователь с КГБ сделал со священником. У меня сколько друзей. А у тебя что, тебя каждый давит, знаешь, что ты воровал? А тут нет. Какие книги я издал, что насчитал на пленке, кому отдал. У меня другая статья, 193. Я брал интервью репрессированных. Первый в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Вот если... Сейчас кончим разговаривать. А вы зайдите в гугл и зарядите архипелаг ГУЛАГ. Считает Лапкин. Я вам показал. И вы найдете в аудио мной насчитанную. Библию найдете. 12 томов Златоустия. 50 томов насчитал. Игнатий Лапкин. И вы мой голос будете всегда слышать. Я насчитал их. Это Бог мне благословил сделать. А у неверующего ничего нету. Зачем он будет считать? Он знает одно. Не надо и все. Он даже ругается, не знает. Да пошел ты нафиг. А ты фиг... Что такое? Это фиговые листья. Это опоясание. Которое человек надевал дикарь на поясе, на бедрах носил. Его чего не спроси, он еще не знает. Как применить свои знания, не знает. Ну, ну, это... Меня даже вот сказали бы, один час будет неверующим и все, что ты пожелаешь. Кубометры золота, кубометры долларов. Я бы не стал даже думать. Никогда. Вот сейчас я могу умереть. Я пойду в ад. Сохрани Бог. Сохрани Бог. И ко мне в тюрьме везде по-другому относились. Приехал из КГБ. Я был в Жанатасе, от Аджамбула. И мне это уже... Бригадир говорит, он приехал и сказал, там каждый день избивают, убивают, прямо убивают. А вы его в красный уголок пошлите, чтобы он не видел ничего на меня. Все. Они мне сами жизнь сохраняют. Послали там целую арду. Ну, много. Там пять тысяч, допустим, человек накормить. Картошки сколько надо чистить-то? Ну, время от времени ты попадаешь туда. Я только пришел, а там их называют эти баландеры. Тоже заключенные, но родители большие деньги заплатили, чтобы его никуда не отправляли, а здесь был. И там раздает на кухне. Они подошли ко мне. Отец, пойдем к нам. Я говорю, да картошку чистить? Почистят, пошли. Расскажи нам о Боге. Преступники? Ну, а эти, которые сидят-то, кому они нужны? Никому. И даже разговоров нет. Это вот первое время, допустим, ложиться спать. Если в туалет надо, через два часа только идти в подштанниках. Ну, порядок такой, чтобы человек побег не сделал-то. Ложиться. Сразу, как только легли, сразу идет начальник, там офицеры, проверяют все, ли спят. Я говорю, а я не могу лечь? Как не можете? Это, конечно, закон. Ну, закон со мной не сходится. Мне молиться надо. Ну, и что? Да тебя же сразу арестуют. Ну, арестуют. Я иду добровольно. Я встал к стене, а тут как пилястра видит полстолба. Они прошли, я молюсь, я в это время не кланялся. Они меня не видят. Бригадир до того удивился, как так? Вы перед ними прям стояли, они вас не видят. Не видят, Бог закрыл. Вот один из случаев. У меня книгу надо выкупать. Я передоплату дал, а теперь надо общую. А это, допустим, 100 тысяч. А где я возьму? Когда у меня пенсия сейчас только 8 тысяч 141 рубль, 33 копейки. А то у меня сейчас государство меня так облагородило. У меня дома два священника, она еще и говорит, давайте помолимся, чтобы Господь дал деньги и мне утром идти в типографию. А у меня в бумажном варианте 38 томов выздано. Каждый том 752 страницы. Вообразите, какие тома. Я отвечаю на вопросы, проповеди там. Ну, легли спать. Ну, я не знаю, часа два прошло, звонок. А я всем наказал. После такого-то девяти не звоните. У нас сейчас на время уже молимся, мы отдыхаем. Я так дотянулся, в избе холодновато. Алло, это Россия? Россия. А вы кто будете? Я говорю, а вам кого надо? А мы ищем вот это, сказали, тут Лапкин есть. Я говорю, ну, я слушаю, кто? Ну, он батюшка, священник. Я говорю, это брат мой, не я. Вам что надо? У нас дядя умер, его Климентом звать. И говорят, у вас церковь, имя Климента. И там молитва, особенно слышит Бог. Я говорю, такой церкви у нас нет, я начальник детского лагеря в честь святого Климента Анкирского. Так нам разницы нет. А мы вам деньги сегодня вышли. Да зачем мне деньги? Нет, уже мы решили, дядины деньги, они по Вестонунион, утром я взял, уже все готово, покупай. Если бы я заранее знал, и заранее договорились, а то я даже не знал, а из Сакраменто звонят Америки. И таких случаев я бесчетное число могу назвать, ежедневно. Вот сейчас на меня один выперст, и всячески меня клевещет, а у меня 14 тысяч, сто с лишним роликов, а он из роликов там берет что-то, теперь переворачивает, и всяко меня показывает таким, ну, нехорошим человеком. Ну, врет все. А он везде только, это его фамилия, Синицкий Александр. Зарядите, увидите. Но он не знал, что на меня натолкнулся. Он всех, вот ему заказ дают, теперь уже показано как, платят деньги, у него большой коллектив, там уже человек 20 или 30, и они там тысячи часов проводят, находят нужное, посылают, оформляют музыку, это очень трудно, чтобы человека не извергнуть, разложить христианство. Порази пастуха, и овцы растеются. Но он на меня-то натолкнулся, ролик один ставит, второй, третий, я такой плохой, но не знает, что дальше будет. Я узнал это дело-то, и сразу стал молиться, Господи, прости, Александр, он это не знает, что делает. Ему как придется отвечать перед Богом за свое безумие, Господи, прости ему, мне он вреда не сделает, почему, это твое все, что у меня есть, что дам сделать Божье, я себе не приписываю. А как поднялись люди, говорит, тысячи, его буквально засыпали, а у него ни биографии, ничего нет, ему дают материал, сказали, вот этого взять, и он его там баптист, или католик, ему разницы нет кого, он любой пако сделает. А он не знал, что на меня-то натолкнулся, я его зажал, зажал молитвой, я вызывал ее на беседу, он не идет, он никому не идет. Ни одного у него фотографии нет, чтобы он с кем-то вот так рядом сидел, нет нигде. Десять лет, говорит, не работает нигде, масон оказался, масон это представители такой еврейской организации, они основали это дело, готовят всемирный переворот, когда антихрист над всем миром будет. И он на меня спотнулся, я только Бога благодарю, Господи, прости ему, прости, он не знал, что худо творит, а если знал, и тогда прости. У нас написано, блаженны вы, когда будут гнать вас, неправильно злословить, велика ваша награда на небесах, любите врагов ваших, у меня заповедь, а если так, я бы тут с ума сходил, он мой авторитет подрывает. Было такое, что я в суд подавал, когда здесь лагерь был, почему, на мне лагерь висит, дети у меня там распутничали, я все суды выиграл до одного, наказали, дали указания по телевидению, дать опровержение, они чтобы в свое время меня заранее предупредить, и там сколько денег им начислили, за деловую репутацию подрывали, а был бы не верующий, крах мне, крышка, а даже нет, он только возвысил меня, я ни в чем не виновен, все, что он говорит, ничего этого нет, он берет события из ролика, похожие, я с ребенком разговариваю, ну а там дальше-то пиши, педофил, а чего ради-то, я ребенка от злого дела удерживаю, так это 45 лет, тысячи детей, и что бы там ни было, ребенок там заругался, заматерился, а у меня на все физическое наказание, согласие родителей, какое, иногда бывает так, просто щелкнешь, чтобы слышали другие, а его не трогаю, ну а дальше я с ним побеседую, и все на этом, а дети-то не знают, в это время все молятся, и они за это усыпились, там голубей я колол, голубей, а куда их девать-то, куриц колят, гусей колят, чего лицемерить, это я не ем, я кому-то отдаю, у меня корм на зиму, на 70 голубей, а их у меня 350, к осени, и куда их поддевать буду, до ползимы не хватит, все погибнут, ну то есть ни на что, это нигде не запрещено, кто куриц держит, он и колет их, держит овечек, овечек колет, ну в их глазах, значит, я очень-очень плохой, а я молюсь за него, я желаю ему блага, чтобы совесть пробудилась, потому что он всем уже омерзел, сколько он зла сделал, и все сейчас про него ролики, про него, миссионерский отдел там выставил, если вы желаете, вы зарядите и найдете, но если бы было это в скайпе, я бы вам сбросил данные, чтобы этот ролик посмотреть, а я нашел, а уже нашли, о нем будут говорить, о нем там, именно о нем, не он, а о нем, когда, и говорит, так он злодей, злодей, злодей там о нем, и почему, говорит, вдруг остановка изменилась, а он, говорит, натолкнулся на Лапкина, стал его там критиковать, то другое, кого, человеку 80 лет, который 56 лет я отдал, на алтарь божий положил, 45 лет детей держал, государство ни рубля не дало, на кого ты нападаешь-то, его там подонкам, и как только не называют-то, и все, его как нашило, бабочку накололи, не я это делал, и именно, вот то, что он на меня напал, в это время стало известно, но у меня здесь вот на ютубе просмотров 30 миллионов, 30-то миллионов, это же не два человека, и люди все узнали, быть верующим, это славно, а жить в деревне, это здорово, все экологически чистое, выйдем ночью, при звездах гуляем, никому не нужны, а таких деревень, 21 погублено, до 10 тысяч вот-вот рухнут, человека 2-3 осталось, а мы получили землю, статус, официально все, вначале строится, ни одной папиросы нет, ни одного мата, это особое что-то, почему верующие, на старинных, благочестивых, христианских, православных обычаях, женщины в платочках, мужчины все с бородами в пояс, ребятишки идут, Христос в воскресе, школа государственная, учителя верующие, интернет, музыкальные инструменты играют там, на пианино, учатся, и спорт все так же есть, иностранный язык, а это все с нуля? С нуля, ничего не было, одна крапива, пахать еще не было, а сейчас есть, у старосты где-то 450, наверное, гектаров земли, это Бог так делает. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Во славу Божию! Все, прощаемся. С Богом! Храни вас Господь! Как звать-то вас? Антон. Антон, вот. Да благословит вас, Антоний, Антоний по-церковному, Господь да наградит дарами божественными и даст вам спасительную христовую веру. Сходи в церковь, в храм, не пожалеешь, там славно, там другой запах, другая атмосфера, все другое, с батюшкой познакомься. Во славу Божию! Субтитры сделал DimaTorzok